Февраль 2000 Атмосферу, чтобы отправиться к звёздам Этот мини-спутник создан в рамках международной космической программы, проводимой Швецией в сотрудничестве с Канадой, Финляндией и Францией. Научные цели амбициозны. Этот проект действительно хочет ответить на большие вопросы как в аэрономии, так и в астрономии. Анаэрономия, основной научной целью проекта Один, является мониторинг эволюции озонового слоя. Интерес заключается в том, чтобы иметь возможность иметь глобальный охват всей Земли, как озона, так и химических компонентов, которые связаны с его разрушением. Эти химические составляющие принадлежат к семействам азотистых, хлорированных и гидрогенизированных. Один собирается измерить их содержание, выполнив одновременное сканирование всех трёх слоёв атмосферы и вращения вокруг Земли. На борту спутника эти измерения производятся двумя приборами. Ультрафиолетовый прибор, видимый в инфракрасном диапазоне, который называется Аусайрис, и микроволновый прибор, который называется МРР. Когда прибор МРР не работает совместно с Аусайрис для получения данных об азоне, он направлен на звёзды для астрономических исследований. С помощью МРР мы сможем обнаружить содержание водяного пара и кислорода в межзвёздном газе. Это молекулы, которые очень важны для понимания звездообразования и эволюции молодых звёзд. Для этого исследования физики и химии в межзвёздной среде один наблюдает кометы, близлежащие галактике и области, где образуются звёзды. Таким образом, астрономия и аэрономия являются двумя областями обучения в программе Один. Участие Франции составляет около 25% от общей стоимости этой программы. КНЕС, в частности, предоставила определённое оборудование для спутника, такое как звёздные цензоры, и на три года направила инженера в шведскую космическую корпорацию в Стокгольме. САУ — это оптический спектрометр КУСТО, разработанный французскими лабораториями. Он позволяет анализировать радиосигналы, собираемые прибором МРР. Эта разработка была спонсирована Национальным центром космических исследований и проведена в сотрудничестве с тремя французскими лабораториями. Лаборатории космической астрономии в Марселе, СЭЗА, где мы находимся сегодня, и лаборатории «Арпеж» в Париж-Мёдан. Наш вклад здесь, в СЭЗА на Один, заключался в разработке и реализации метода определения характеристик телескопа. То есть, по сути, анализа качества изображений, формируемых телескопом на длинах волн прибора. КНЕС также внесла свой вклад в испытание спутника в условиях окружающей среды и в создание французского наземного сегмента. Тогда французский наземный сегмент используется для обработки астрономических данных, а также будет использоваться для обработки аэрономических данных. Данные, переданные со спутника, принимаются в Кируне, Швеции, для первоначальной обработки перед тем, как быть заархивированными в Стокгольме. Затем они извлекаются странами-участницами проекта. КНЕС разработала наземный сегмент обработки астрономических данных, который будет размещен на вычислительных средствах Космического центра Тулузы, и разработала научную цепочку обработки аэрономических данных, которая будет размещена в Институте Пьера Симона Лапласа. Эти данные затем становятся доступными для научных пользователей. Научное сообщество возлагает большие надежды на данные, собранные спутником Один. Они действительно надеются получить беспрецедентную информацию об истощении атмосферы молекулами озона и лучше понять жизнь звёзд. Будь то в атмосфере Земли или в космосе, Один исследует область субмиллиметровых длин волн, область, которая до сих пор неизвестна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok